Я хочу обратиться, конечно же, в первую очередь к тем людям, может быть, кто сегодня впервые, или вы не впервые, но вы не рождены свыше, вы еще не знаете о Божьей любви, вы не знаете о Божьем спасении, и сегодня у вас есть возможность открыть свое сердце, примириться с Богом и познать Христа, обратить свое сердце к Нему, чтобы ваша жизнь сегодня изменилась. Сегодня Иисус хочет говорить вашу жизнь, и Он стучится в ваше сердце. И Слово Божье говорит, ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья мои, эти слова, которые Бог высвободил сегодня для каждого человека, Бог не желает погибели людей. Когда сегодня люди задаются вопросами, почему столько много войн, почему столько много несчастья, почему столько много болезней, почему столько много проблем. Друзья мои, это все результат грехопадения человека, это результат грехов, и мы все жили во грехах. Но у Бога не был изначальный план, чтобы люди погибали. Его любовь создала человека для его славы, для спасения, чтобы человек мог ходить с Богом. Но люди уклонились от Бога, люди начали делать свое, и каждый, делающий свое, всегда уклоняется от Бога, от Его заповедей, от Его планов, от Его целей. Но Бог настолько сильно любит людей, Он не ждал, когда люди своими путями придут в ад. Бог выработал план спасения от самого начала, от самого сотворения. Он захотел, чтобы человек мог прийти, вернуться к Богу, но не насильно, а добровольно. И поэтому сегодня Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Он отдал Своего Сына, когда мы были грешниками. И Иисус Христос, Сын Божий, пришел на эту землю, заплатил цену за грехи людей, пришел на крестную смерть, Его распяли. Он умер, но в третий день воскрес из мертвых. И сегодня Он жив, и Он живой. Он находится по правую руку от Отца на небесах. И сегодня Он взывает к людям в этом мире, на этой земле, обрати свое сердце к Нему. Бог не хочет погибели грешников, но Он так возлюбил этот мир. Он так возлюбил этот мир, Он так возлюбил этот мир, что отдал свое святое и непорочное, своего Сына на распятие, чтобы сегодня ты мог обратиться к Нему и быть спасен. Поэтому сегодня это послание к тебе, к твоему сердцу. Бог стучится в твое сердце, чтобы ты мог открыть себя для Него, и чтобы ты мог сегодня в этой молитве примириться с Богом, прийти к Нему и обратить свой взор на Христа. Иисус Христос – это Тот, Кто единственный откроет путь на небо к Небесному Отцу. Нет другого пути, который бы принадлежал к Отцу. Иисус сказал, что никто не может прийти к Отцу, но только через Меня. Если кто-то хочет попасть на небо, сегодня многие люди мечтают о хорошей жизни. И когда люди умирают, они думают, ну похоронили и все. А на самом деле, друзья мои, человек жив, и он идет либо в ад, если не знает Иисуса, либо единственный путь на небеса. Единственная дверь – это Иисус Христос. И сегодня Иисус стучится в твое сердце, чтобы ты мог обратить свой взор, свое сердце к Нему, чтобы ты мог примириться с Богом и стать на путь жизни, который ведет на небо. И поэтому я хочу сегодня помолиться с теми людьми, кто сегодня впервые, или вы не впервые, но вы еще не рождены свыше. Вы не знаете Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И сегодня у вас этот шанс. Есть эта возможность. Я помогу вам это сделать. Я хочу помолиться вместе с вами. И поэтому я обращаюсь сейчас к вам. Если это вы, то я предлагаю вам эту молитву, чтобы вы могли сегодня обрести спасение и вечную жизнь. И примириться с Господом. Поэтому, если это вы, вы хотели бы помолиться, я хотел бы, чтобы вы подняли руку. И я хотел бы помолиться вместе с вами. Слава Богу. Я вижу вас. Слава Господу. Друзья, кто еще? Кто еще хотел бы сейчас открыть свое сердце для Христа, чтобы примириться с Богом? Чтобы открыть свою жизнь для Него? Чтобы начать это путь хождения с Ним? Давайте мы все поднимемся, друзья. Давайте мы поднимемся и будем молиться. Потому что это время сейчас. Это время сейчас самое главное и самое важное. Для тех людей, кто еще не знает Христа. Мы все, друзья мои, спасены по благодати. Но сегодня еще людям нужен Иисус Христос. И потом я обращаюсь еще к другим, кто еще не поднял свою руку. Я даю вам этот шанс, эту возможность сегодня. Примириться с Господом. Поэтому, кто еще? Помашите мне рукой. Кто еще желает сегодня открыть свое сердце и примириться с Богом? Кто сегодня еще желает обрести мир и покой в свою душу? Кто сегодня желает следовать за Христом? Сейчас, ныне, сейчас день спасения. Сейчас время благоприятное. Не ждите, что когда-то будет. Сейчас Бог дает вам шанс и дает возможность примириться с Ним. Поэтому, кто эти люди еще? Кто еще нуждается в спасении? Помашите рукой. Именно в спасении. Кто сейчас нуждается в Иисусе Христе? Я хотел бы молиться вместе с вами. Хорошо, тогда вот те, кто поднял руку, и вот кто еще не поднял, я приглашаю вас сюда. Я хочу помолиться за вас лично. Мы хотим помолиться, благословить вас, помолиться с вами. Выходите сюда, не стесняйтесь. Я знаю, что еще есть люди, которые где-то там задержались, и вы стоите, вы чего-то ждете. Выходите прямо сейчас сюда. Я хотел бы молиться с теми, кто не поднимал руку. Но вы нуждаетесь в Иисусе. Это шанс, это возможность, которую Бог дает. И никто не может заставить вас. Только вы можете сделать выбор сегодня. Пойти за Христом. И Иисус предлагает. Он не заставляет. Он говорит, жизнь и смерть предложил я тебе. Но говорю тебе, избери жизнь, чтобы жил ты и твое потомство. Бог сегодня дает жизнь. Бог сегодня дает тебе право выбора. Бог сегодня стучит в твое сердце. И Он желает, чтобы ты был спасен. Поэтому я обращаюсь еще к тем, кто не поднял руку, не вышел. Я даю вам шанс и еще возможность выйти прямо сейчас сюда и помолиться этой молитвой, которой мы будем обращать свое сердце к Господу. Кто еще, друзья мои? Есть кто-то еще, кто нуждается в Иисусе? Кто сомневается, может быть? Вы боретесь внутри себя. Это нормальное состояние. Поэтому Господь дает вам шанс и возможность все равно прийти сейчас сюда. Не оставайтесь стоять на месте. Бегите к Иисусу. Бегите к Нему. Просто оставляйте свою прошлую жизнь и бегите ко Христу. Потому что Бог желает вашего спасения. Хорошо. Есть еще кто-то? Пока даю возможность. Хорошо. Если вы сильно стесняетесь, вы можете молиться этой молитвой вместе с нами, прямо там на месте. Только откройте свое сердце для Иисуса, чтобы ваше сердце было открыто для Него, чтобы вы могли на самом деле впустить Его в свою жизнь. Просто откройтесь полностью для Христа, и Он спасет вашу жизнь. Слава Господу, что вы сегодня здесь. И как вас зовут? Василий. А как вас? Юлия. Василий и Юлия, я хочу вам сказать, Иисус заплатил цену своей жизни, чтобы простить вас, чтобы освободить вас от всякого зла, от всякого рабства греха. И сегодня Он дает этот шанс, эту возможность. Он прощает грехи. Он прощает беззакония людям. Потому что все грешники. Все абсолютно. И мы однажды примирились с Богом, не потому что так надо было, а потому что мы грешники. И нам нужен всем Иисус Христос. И сегодня Он стучит в ваше сердце. Он пришел к вам, чтобы вы могли обратить свой взор на Него. Я предлагаю вам эту простую молитву. Но это молитва, которая обратит ваши сердца к Богу. Чтобы вы сами вместе со мной могли помолиться этой молитвой. Открывая свое сердце перед Богом. Вы готовы это сделать? Готовы? Тогда давайте мы все вместе помолимся. И кто не вышел, вы также можете молиться этой молитвой. Скажите так, чтобы вы сами себя слышали. Слух пред Богом. Скажите, дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе, веруя в Твоего Сына и Иисуса Христа, который отдал свою жизнь за меня. И я верю в Тебя, и я прошу Тебя, вводи в мою жизнь, стань моим Господом, спаси мою душу от всякого зла, от всякого рабства греха. Я признаю, что я грешник, и я отдаю свои грехи взамен на Твою любовь. Я принимаю Твое прощение. Я принимаю Твою любовь. И я прошу Тебя, измени меня с этого дня, чтобы мне быть другим человеком, который будет знать Тебя, идти за Тобой и делать то, что Тебе угодно. Я благодарю Тебя и верю, что Ты меня простил и даришь мне вечную жизнь. И я принимаю Мое спасение и прославляю Тебя, Великий Святой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя! Поздравляю вас. Слава Господу. Посмотрите, церковь радуется, видите? Потому что на небесах об одном кающемся грешнике радости больше, нежели о 99 праведниках, которые стоят здесь и прославляют Иисуса. Поэтому сегодня это время, то есть на небе ликуют, а здесь ликуют ради вас, ради того, что Иисус сделал на кресте, ради того, что Он спас вас. И сегодня вам даровано прощение и вечная жизнь. Поверьте в это. Бог подарил вам вечную жизнь. Но это не так, что автоматически будет, знаете, ну, вы получили автоматом, и вы теперь пойдете, знаете, как в машине есть коробка автомат, если сел, ну, одну включил передачу и поехал дальше разгоняться. Но, знаете, у Бога не все автоматом. За Ним нужно следовать. Ему нужно слушать. За Ним нужно идти. Он свое слово, как инструкцию для жизни написал. И поэтому у вас есть хорошая возможность теперь следовать за Богом. Но Он простил вам все грехи. У вас есть доступ к Богу. Свободный. Потому что грехи мешали прийти человеку к Богу. Теперь сегодня вы свободны. Вы свободны. И мы хотим помолиться за вас, благословить. Хорошо? И после этой молитвы, вот у нас есть пастора Елена, она с вами пройдет на несколько минут, и вы вернетесь потом в зал. Хорошо? Давайте церковь, мы помолимся, благословим этих драгоценных людей. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим тебя за этих дорогих людей, которых ты сегодня спас ценой своей жизни. Ты оправдал их, даровал им прощение. И мы благословляем их и просим тебя, чтобы с этого дня твоя любовь наполнила их сердца, их души. Да придет твоя истинная свобода от всякого зла, от всякого греха. Мы разрушаем всякую работу дьявола над их жизнью. Мы прозвращаем твой мир и покой, твое благословение. Да будет их сердце полно твоей любви. Наполни их, Дух Святой, и излей твой благодать и твое благословение. Мы верим, что с этого дня их жизнь полностью изменится во славу твою. Поведи их путем твоей жизни и благослови, чтобы они не уклонялись ни вправо, ни влево. Но зажги их огнем твоего Святого Духа и коснись их, чтобы они могли родиться свыше, познать тебя, Господь. И мы благословляем их, чтобы твой Дух Святой захватил их сердца и дабы они могли следовать за тобой. Во имя Иисуса Христа мы благословляем их и провозглашаем твое благословение и жизнь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу.